Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. С 2020 года молодым мамам в роддомах будут выдавать подарок новорожденному. В Индии открылась воскресная школа для местной детворы. Четверо подсудимых, пять адвокатов. В Димитровградском суде началось слушание громкого уголовного дела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подарок содержит информационный блок. Мы подготовили книжку совместно с Министерством здравоохранения, в которой прописаны необходимые правила ухода за ребенком, кормления, прикорма первого. С этого года вступает в силу закон о поддержке многодетных семей, по которому можно получить выплаты при строительстве частных домов на бесплатных земельных участках. Также те семьи, в которых родилась тройня, смогут получить материальную помощь на улучшение жилищных условий. Рождество – это прекрасный светлый праздник. В Рождественскую ночь богослужения прошли во всех храмах и церквях Ульяновской области. В Спасовознесенский кафедральный собор на праздничную службу пришло около тысячи прихожан. Провел ночное богослужение митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Участие в службе принял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Сотни интересных мероприятий прошли в новогодние праздники. Особое внимание уделили празднику Рождества Христова. Около тысячи жителей посетили концерт «Свет рождественской звезды», который прошел во Дворце культуры губернаторский. Тематическую программу открыло тетрализованное представление «Рождение Спасителя» с композициями от хора «Калибри», вокальных студий, элегия и соло. Также перед зрителями выступили фольклорный ансамбль «Ладонка» и ансамбль «Татса Кружева», эстрадный балет «Экситон», ансамбль спортивного танца «Каскад». Зрителей поздравили губернатор Сергей Морозов и митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф. В храмовом комплексе села Арское прошел традиционный рождественский фестиваль, в котором приняли участие больше тысячи ребят из детских домов, школ искусств, реабилитационных центров, колледжей и университетов. Главный этап фестиваля – подведение итогов творческого конкурса. Ребята из нескольких городов России прислали свои фото, видео, картины и даже народные костюмы. О результатах расскажет наш корреспондент. Поговорили о развитии благотворительности, поиграли в хоккей и посетили храмовый комплекс. В селе Арском прошел ежегодный всероссийский фестиваль «Возродим Русь Святую». Мероприятие прошло в юбилейный 15-й раз. За это время в фестивале приняли участие больше 13 тысяч человек. Среди них – школьники, студенты, педагоги. Это одно из наиболее значимых в нашем регионе, в Ульяновской области, мероприятий, на котором выстраивается перспектива развития церковно-государственного и церковно-общественного взаимодействия в весьма сложной области. Потому что она затрагивает нашу с вами духовную, нашу с вами культурную жизнь. В рамках фестиваля ребята участвовали в творческом конкурсе, который состоял из заочного и очного этапов. В заочном этапе конкурсанты прислали свои работы по девяти номинациям. Среди них – лучший рисунок, лучший фильм, лучший народный костюм. В этом году свои работы прислали ребята из учебных заведений не только Ульяновской области, но и Волгограда, Самары, Карелии и Москвы. Победители и призеры конкурса были приглашены на очный этап, где их наградил губернатор Сергей Морозов. Глава региона посетил храмовый комплекс, посмотрел концерт творческих коллективов и даже поиграл в импровизированный хоккей. Цель фестиваля в Арском – не только сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма и любви к своему отечеству. Это еще и площадка для обсуждения образовательных и благотворительных проектов. В этом году представители городской администрации, Министерства образования и Симбирской метрополии обсудили подготовку к юбилею 75-летия Победы. В стартовавший год памяти и славы в регионе пройдут ряд межведомственных проектов с участием добровольцев. Анна Тищенко, Новости Уллправда ТВ. В Димитровградском суде началось слушание громкого уголовного дела. Подсудимым грозит до семи лет лишения свободы каждому. Это любительское видео задержания части фигурантов несколько месяцев назад разлетелось по соцсетям. Страна обвинения настаивает на том, что именно эти граждане под надуманным предлогом, угрожая физической расправой, требовали у физически более слабых граждан денежные средства. В итоге на скамье подсудимых четверо молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет. Еще один фигурант в розыске. Все обвиняются по статье номер 163 Уголовного кодекса «Вымогательство». В первый день были озвучены материалы дела. Свидетели по делу приглашены на заседания, которые назначены на 16 января. «Нормально, хорошо, приятно» – так отвечали на вопрос о том, как перестроиться в рабочий ритм прохожие на ульяновских улицах. Горожане остались довольны праздниками и очень хотят вновь работать. А мои коллеги вышли на улицы города и побеседовали с горожанами. Новогодние рождественские праздники подошли к концу. Ёлки еще хранят остатки былых украшений. Однако людям уже нужно выходить на работу. Впереди пусть короткая, но рабочая неделя. Давайте спросим у прохожих, не устали ли они отдыхать. Надо побольше, чтобы побыть со всеми родственниками, всех навестить. Ведь это главное, по сути. Все праздники и выходы для этого сделаны. Мы должны проводить больше времени со своей семьей. Все замечательно, с новыми силами в Новый год. Я считаю, что можно сократить количество праздничных дней, чтобы народ более профессионально готовился к Новому году. Чтобы меньше было времени на отдых и больше для подготовки. Да я вообще все праздники работал с 1 по 4 числа, так что я уже вышел. Я много не пил. Все хотят побольше, но работать тоже надо. Так что, думаю, хватает все-таки. Нужно работать, да, чтобы страна прогрессировала. Замечательно, отпразднули Новый год. Вот. Ну, больше не надо дней делать. Тяжело потом людям выходить на работу, наверное, скорее всего. Вы знаете, я вообще-то сейчас, мы в отпуске, и мне поэтому очень легко. А относительно других, я думаю, конечно, сложно. Мы не работаем, мы пенсионеры. Я не знаю. Я не знаю. Дома, 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 дома сижу. Я дежурю, я все время работал. У меня не было праздников. Да не нужны они эти большие праздники. Для меня лично длинные праздники – это плохо. Почему? Ну, потому что я думаю, что у нас в стране и так плохо живет. Надо работать людям, по всей видимости. Это мое личное мнение. Сложно ли выходить обратно в рабочий ритм после таких длинных праздников? Как удается это делать? Нормально. Нормально, хорошо, приятно. Удается как? Приходится. Вот так вот. Может, извините, пойдем? Да, пойдем. Нормально, отдохнули, все, нам хватило, выходные, все. Вот. И после выходных можно и на работу выходить в нормальном состоянии. Батально, нормально, все. Отлично было. Кому нравится, кому не нравится. Кому хочется отдохнуть, тот отдыхает. А вам? А, я работаю. Все нормально было. Еще бы немножко можно было отдохнуть. Но вы работаете. Еще праздников побольше. Утром очень сложно было просыпаться, чтобы сюда ехать. Вообще, рады. Ну, выходить с друзьями встретиться, нет? Или хочется дома? Нет. Дома лучше. Будем надеяться, что все сбудется. Провели нормально. Ну, я так сильно не пью, поэтому мне вообще запросто возвращаться. К сессии надо готовиться все-таки. Тысяча в день. Именно столько димитровградцев в среднем приходит ежедневно на каток стадиона «Строитель». Несмотря на довольно высокую для зимы температуру воздуха, катание было и остается одной из востребованных забав у маленьких и взрослых. Специалисты ледовара ежедневно в 6 утра начинали готовить ледяное поле к визиту посетителей. Поэтому лед здесь гладкий, без бугорков и трещин. Зарядиться хорошим настроением и узнать мнение гаража на катке в разгар каникул отправилась и съемочная группа «Димград-24». Вечер понедельника. На катке пока еще, можно сказать, свободно. Подростки в костюмах и мамы, ожидающие детей у бортика, взрослые, почти профессионалы и те, кто совсем недавно встал на коньки. Николай Пожилов начинал еще со снегурок 55 лет назад. Ощущения прекрасные. Прихожу каждый день. Утром лыжи, вечером коньки. На коньках стою давно, с детства. Еще со снегурков, которые наматывались на валенках, палкой на веревках. Сергей Чертопятов приходит сюда с сыном, чтобы получить очередной заряд бодрости и хорошего настроения. Катаются по полтора-два часа. «Сюда мы стараемся приходить каждые выходные, то есть субботу, воскресенье и также, ну почти каждый вечер, когда работает каток. То есть организация, в принципе, неплохая. Каток всегда готов к работе. В принципе, чисто, культурно, то есть раздевалки хорошие, нормальные, лед чистый. То есть спасибо огромной администрации катка за то, что есть место, где можно культурно, спортивно отдохнуть». А вот Владимир Блинов встал на коньки совсем недавно. «Катаюсь на троечку», – говорит Дмитрий Травградец. Но позитива – море. «Прихожу сюда с детьми, спорткомитету. Большое спасибо. Вы сегодня сами видели, очередь маленькая, то есть две кассы успевают. Если на одной кассе, которая на улице очень большая, то можно идти как бы сюда. Две раздевалки, очень хорошо. Горячий кофе, лед хороший. Мне все нравится. Обстановка тут вообще прекрасная. Сами видите, музыка, телевизор. Дети, когда устают, они смотрят мультики. Мне все нравится, все хорошо». Если проголодались и замерзли, можно подкрепиться кофе с булочкой. Есть прокат коньков сейчас в наличии. Более 120 пар, в основном женские. В день здесь бывает порядка тысячи человек. Погода вносит определенные коррективы в объем работ по содержанию ледового покрытия, которые требуют не только человеческих, но и финансовых ресурсов. Вот, собственно, тут и нужна помощь руководства спорткомитета. «Спорткомитет нам очень хорошо помогает. Мы контактируем с ними постоянно. От Игоря Юрьевича очень большая помощь. Я ему каждый день благодарен. Нет, серьезно. По одной простой причине, потому что очень много, очень много вопросов он решает для нас через администрацию. Игорь Юрьевич, он, ну, вхож к людям. Он может с ними разговаривать. Он может их убедить. Вот, и поэтому мне, я ему благодарен постоянно. Напомним, каток на стадионе «Строитель» работает в выходные и праздничные дни с 15 до 21 часа, в будни с 18 до 21. Марина Антуганова, Анжелика Барвенок, Демград-24. Специально для Олл Правда ТВ. Третий год подряд ульяновская команда «Спартак» по мини-водному полу завершает новогодние праздники в Нефтегорске. Открытый турнир прошел в бассейне «Нептун». Не только попробовать свои силы в подводной борьбе, но и пообщаться, обменяться опытом приехали спортсмены со всего Приволжского федерального округа. Кроме ульяновцев приняли участие команды из Казани, Нефтегорска, Оренбурга, Перезняков. Игры проходили в дружеской обстановке и в бескомпромиссной борьбе. Турнир стал вторым этапом чемпионата Приволжской лиги национальной ватерпольной ассоциации. Следующий этап пройдет в конце февраля в Ульяновске. На территории Барышской епархии открылась еще одна воскресная школа. Она начала свою работу при новом Богородице-Рождественском храме Инзы. Теперь все без исключения желающие абсолютно бесплатно могут приводить своих детей по воскресеньям в эту школу. Уже больше 20 ребятишек занимаются там и получают дополнительное духовное образование. Воскресная школа открылась в Инзии на территории Барышской епархии. Занятие начинается с богослужения. Два раза в месяц литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы проводится архиерейским чином. И первое наставление ребята слышат из проповеди епископа Барышского и Инзинского филарета. Вот праведность покупается только в веру и в Бог. А праведность это облачение брачное, на которое мы придем, как Господь назвал и Пим. Царь Матча и Сына и Святого Духа Али, Царь Небесный, утешьте души истинные, и в железетстве все исполняй, сокровище благих в жизни подателям. Приди все висимные и очисти на оттяге скверны и спаси блажей души наши. Обязательная молитва перед началом занятий. После педагог рассказывает малышам житие одного из святых. На этот раз история жизни святителя Иоанна, архиепископа Новгородского. Я знаю одного человека, который за одну ночь побывал в Иерусалиме, без разозлиться и не заставил ждать своего отнющения. Ребята слушаются открытыми ртами, а потом задают вопросы. Они называют своего воскресного педагога, Анну Васильевну, роль гейзер, просто тетя Аня. Это, безусловно, сближает и стирает границу между учителем и учеником. К тому же матушка Анна целиком и полностью отдает себя своим воспитанникам. Конечно, личным примером нужно показывать, как детям жить, потому что слова они не воспринимают. Можно миллион раз говорить одно и то же, и до сердца не дойдет. Ну, знаете, что я скажу? С Божьей помощью только все. Господь помогает мне, потому что сама я ничего не знаю. После теории переходит к практике. Ребят делят на две группы. Первая вместе с педагогом репетирует театрализованную сценку. У второй группы самостоятельное задание – нарисовать открытку любимой маме. Кстати, родители тоже могут присутствовать на занятиях. Они и педагогу в помощь в плане дисциплины и сами многому учатся. Решение пришло само собой, потому что хотелось бы ближе быть к Богу. И матушка очень такая искренная, то есть для детей очень полезна будет. То есть они развиваются духовно и помогает им узнать больше о Христе, больше вообще о Евангелии, всей истории, которую он рассказывает, им очень интересно. Мы довольны, потому что у нас появляется у детей интерес больше к этому, то есть они заинтересовываются постепенно. В Индияской воскресной школе занимается 20 ребят. Двери учебного заведения открыты для всех, а занятия проходят каждое воскресенье. Начало в 11 часов. 10 января в Ульяновской области ожидается пасмурная погода, местами пройдет снег. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 3 градуса мороза. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова